Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, на остров любви приехала Аида Бабаева к Алексею Купину. Она пригласила парня на свидание, но за него ответили Майя Донцова и её мама. Они сказали, что он не пойдёт. Вальтер Соломенцев построил для Олеси Лисовской замок из песка и приготовил комнату к её приезду. Марина Африкантова, которую отправили на Сейшелы по решению зрителей, скучает и просится обратно в Москву. После того, как Иосиф Аганесян вернулся на поляну, в их паре с Сашей Черно нет мира. На днях произошла особенно бурная ссора, которая закончилась потасовкой. Саша узнала, что Иосиф наврал ей, что говорил с мамой, хотя на самом деле он разговаривал с Лизой Трианда Фелиди. Новенькие участники Богдан Шукюров и Роман Гриценко не могут поделить Саиду Бабаеву. Роман с ней живёт, но отношения они не строят. Богдан уже очень нравится девушка. И выяснения отношений закончились потасовкой. В субботу состоялась свадьба Ольги Рапунцеля и Димы Дмитренко. Недавно Дима пообщался в прямом эфире Инстаграм с подписчиками и рассказал о своих планах. Ребята распишутся, потом фотосессия и ресторан для родителей. Мама Димы не приедет. В воскресенье они улетают в свадебное путешествие, хотели во Францию или в Париж, но там долго визу делать, поэтому полетят в Дубай на неделю. А затем уже полетят во Владивосток и отметят свадьбу там с Диминой мамой. Женится он по любви. Как сказал Дима, моей Оле 30, а выглядит она как юная девочка. Саша Артёмова хочет поменять два свадебных платья на своей свадьбе. Первое ей шьёт дизайнер, а второе она отправилась выбирать в свадебный салон. Недавно Саша Гозес и Костя Иванов интриговали зрителей своими свадебными фото. Но, как многие и думали, это была просто фотосессия. Также Саша опровергла слухи о своей беременности. Ольга Ветер сделала ещё одну татуировку. «В этом месте колоть почти не больно», – пишет девушка. Ольга Васильевна Гобозова поздравила Владимира Путина, у которого родился второй внук. Она дала ему несколько советов по воспитанию малыша. Стала известна позорная правда о недавнем выступлении Ольги Бузовой в Питере. Её песню «Привыкаю» вслед за певицей скандировала и толпа, которая собралась на Дворцовой площади. Ольга после выступления поблагодарила всех своих людей за такую колоссальную поддержку. Но, если верить очевидцу, все люди, которые подпевали ей, были куплены за деньги. За это всем желающим, в основном подросткам, заплатили по 200 рублей и вручили бумажку с текстом песни. Анна Белякова, которая запомнилась зрителям своими отношениями с Ильёй Ябаровым и с Николаем Должанским, на днях родила мальчика. Малыша назвали Артёмом. Татьяна Владимировна Африкантова в Перископе рассказала, какой же реальный возраст участников Дома-2. Ольге Рапунцель на самом деле 35 лет, Саше Харитоновой 40. Она сама видела её паспорт, когда оформляли зарплату. Элине Камирен 43 года. Она, наверное, самая великовозрастная из участниц. Также женщина рассказала, что Саша Задойнов вернулся в первую семью. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.